Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Представители Забайкальского регионального отделения «Опора России» съездили в Москву и поучаствовали в трех мероприятиях. Это мероприятие состоялось 28 октября по 30-е. Значит, первый день под эгидой «Опора России» провели мастер-класс по обмену лучшими региональными практиками. Главный самый фактор здесь – это документы. То есть документы оборот на муниципальном уровне, вот мне сегодня уже говорили, мало зависит от муниципалитета в развитии малого и среднего бизнеса. На самом деле, вот если сравнивать разные регионы и муниципалитеты в России, далеко не так. Где-то разрешение на строительство предприниматель может получать три года, а где-то это может, условно говоря, решиться даже менее чем за год. Что, конечно, очень сказочно, но когда об этом рассказываешь какому-нибудь англичанину или американцу, он за голову хватается. Как же так? Ведь за это время же предпринимательская идея, она уже может быть реализована кем-то другим. Это же катастрофа. Как же вы живете? А вот так. Это не в том плане, что как у нас все плохо, это наоборот, говорю о том, что есть резерв, куда расти, куда двигаться. Я так скажу, что поле для работы здесь, для Читы, оно очень большое. У нас, к сожалению, со скоростью оформления земли, со скоростью оформления технических условий на строительство, разрешений на строительство, увы, моментов много негативных скорее. И, видя, что условия в Забайкальском крае, я не скажу, что они самые худые, но хуже, чем в других регионах, предприниматели, они же в основном-то все люди более-менее при деньгах, они очень такие горизонтально мобильные, они видят, как, что, где, везде происходят и понимают, где им больше рады. Мы поучаствовали на хорошей площадке предпринимательского форума, который называется «Малый бизнес. Перезагрузка». Вот как раз слово «перезагрузка» говорит о том, что мы попытались, бизнес «Малый» исчерпал свои возможности или нет. Появились новые идеи, появились новые формы, значит, поспорили, послушали и пришли к выводу, что есть еще возможности для того, чтобы «Малый бизнес» поддержать. Промосвязь «Банк» совместно с «Опорой России» и при поддержке общественной палаты замахнулись на очень интересное и серьезное исследование. Значит, оно будет регулярное, значит, а исследовать оно будет бизнес-настроение в сфере микро-, малого и среднего бизнеса. Все-таки, что же это такое? Что это за PSB-индекс? Значит, это динамический индекс бизнес-ожиданий российского малого, среднего и микробизнеса. Индекс, который они вычислили, имеет значение 49,7. Если индекс выше 50%, то в нашем с вами малом бизнесе, получается, в стране есть рост. Если индекс меньше 50 единиц, то получается, что бизнес у нас падает. Если это значение равно, то, собственно, ничего не происходит. А как государство может помочь? Государство, вот как раз один из механизмов, это госзаказ. То есть мы уже просим 20%, чтобы тех средств, которые госзаказы будут заказывать, средства выделять, именно были отданы представителям малого и среднего предпринимательства. То есть очень много вопросов, которые мы и рассматривали, и получили заряд бодрости. И как раз мы сейчас будем опираться на молодежное крыло для того, чтобы наши начинающие предприниматели увидели, что в Забайкальском крае внимание обращают на молодых людей.